Далее у нас еще с вами остается операция в Курской области. Ну, здесь пока изменений никаких нет, операция продолжается. Единственное, что появляется все больше и больше информации о том, что готовятся северокорейские войска, готовятся к участию в боевых действиях. Ну, есть заявления наших должностных лиц некоторых, что был прямой боевой контакт. Ну, я сказал, что, точнее, по той информации, которая курсирует в экспертных кругах или в аналитических кругах, контакт был небольшой, группа северокорейских войск была небольшая. Предположительно, это был спецназ. Но, как наши военные сказали, что ничего особенного. В принципе, как обычная пехота. Единственное, что, ну, как они управляются, это уже, правда, их проблемы. Но, тем не менее, бой состоялся. Мы вышли из этого боя победителями. Они отошли на исходные рубежи. Какие потери, сказать нельзя. Потому что, ну, ни пленных, ни убитых мы на поле боя не наблюдали. Потому как не продвигались вперед. Вот, просто отбили очередную попытку атаки рашистских войск, которые были вместе с корейскими войсками. То есть, там пока информации очень-очень мало. Но уже появляется, что они готовятся. Есть уже переводчики. Есть основные понятия, которые там доводят этим северокорейским солдатам, чтобы ими управлять. Ну, посмотрим, как дальше они будут внедряться. Будут их миксовать с рашистскими подразделениями для того, чтобы как-то это дело замаскировать. Или они будут действовать на отдельных участках самостоятельно под кураторством рашистских офицеров или командного состава. Это уже покажет время. Но они присутствуют. И, кстати, о них я тоже сегодня расскажу. Где их готовят и сколько уже их на рашистской территории. Цифра растет. Скажу сразу. На сегодняшний день уже подтверждено разными источниками, что на территории Рашистской Федерации находится порядка 11 тысяч северокорейских военных. Размещаются они. Они в основном уже передислоцированы на Курскую область. Есть сведения, что в районе Курской атомной станции, ну, там, как бы, двойная выгода. С одной стороны, им сказали копать окопы, создавать рубеж обороны вокруг атомной станции. А с другой стороны, атомная станция является, как бы, защитой от огневого поражения с нашей стороны. Потому что мы туда достаем нашими реактивными средствами. И, соответственно, можем нанести туда удар. Ну, чтобы они не попадали под удар, вот есть информация, что они там окапываются. Ну, плюс еще несколько мест, где их там прячут, возят на гражданских грузовиках. Мы это все знаем. И по одному из таких мест мы уже нанесли удар Хаймарс. Я думаю, что и дальше будем продолжать наносить. Так вот. Разведка говорит о том, что... О том, что на Дальнем Востоке подготовлено 4 полигона в качестве учебного центра. И до конца года расисты хотят подготовить на этих полигонах 15 тысяч военных к Северной Корее. Причем их будут готовить именно для участия в боевых действиях против нашей страны. Единственный вопрос, где они будут принимать участие? На территории Рашистской Федерации? Или они же будут все-таки переброшены на нашу территорию? Ну, тогда война в политическом смысле приобретает совсем другой характер. Пока они воюют на всероссийской территории, это один расклад. А вот если они переступят нашу границу, это будет совсем другая война. Так вот, в плане политическом я имею ввиду. Так вот, полигоны, на которых организованы учебные центры расистскими войсками. Полигон Князь Волконский, Хабаровский край. Полигон Сергеевский, Приморский край. Полигон Барановский, Приморский край. Полигон Екатеринославский, Амурская область. В сети, кстати, есть перечень даже указания координат этих полигонов, географических координат. Так что можно найти на карте, посмотреть внимательно, что они собой представляют и где они реально находятся. Ну, я вам снимок показываю, вы видите, где находятся эти полигоны. Кому интересно, найдите в гугле. Под этим фото есть описание, там указаны координаты этих полигонов. Так что еще 15 тысяч будут до конца года готовить северокорейцев для участия в войне. Видимо, совсем плохо у расистского командования с личным составом. Поэтому будут тянуть из Ким Чен Ына, будут тянуть личный состав. Сколько их приобретет боевой опыт и выживет при этом, ну, сказать очень и очень сложно. Субтитры создавал DimaTorzok